здравствуйте друзья ближе к вечеру нынче я зачитываю вопрос пользуюсь и пользуюсь тем что светло здравствуйте михаил давно смотрю ваш канал спасибо за интересные видео у меня к вам небольшой вопрос мне 32 года незаконченное высшее айти образование средний английский холост без детей работаю тестером в россии образ так создался собираюсь приехать в лос-анджелес и подать на политубежище в дальнейшем работать тестером и поступить в college хорошо звучит так сюда по приезду рассчитываю этот план уже пошел значит по приезду рассчитываю пойти на месячные интенсивные курсы английского с проживанием в кампусе чтобы осмотреться и подыскать жилье на длительный срок затем снять комнату не дороже 1000 долларов в месяц денег будет на 5-6 месяцев жизни а затем надо где-то подрабатывать чтобы продержаться до разрешения на работу покритикуйте пожалуйста мой план возможно ли найти работу на кеш за несколько месяцев поиска а то на форумах страшные рассказы на тему какая везде огромная конкуренция и как сложно найти работу ну давайте чё же это обсудим план и так что вы имеем значит первый шаг это значит у него приехать в лос-анджелес и пойти на месяц на интенсивный курс английского с проживанием а потом уже найти проживание какое-то более длительное значит я бы сказал тут несколько есть моментов вот в первом этом шаге если уже ты приехал оставаться получать политическое убежище там в общем жить то не надо ходить на курсы с интенсивным там каким-то вот этим вот делом и проживанием на кемпусе потому что во первых это все равно стоит денег во вторых одно дело ты покупаешь воду в бутылке когда ты живешь там в городе зашел в универсам в универсам взял бутылку воды хорошей если ты живешь на селе и там рядом родничок бьет ты пришел с бутылкой к родничку набрал водички и пошел понимаете чего покупать то то есть если уже ты в америке чете на курс английского ходить вот вот я бы так сказал уже вот со всех сторон черпы и там хватай бери я не хочу сказать что не нужно дома получить то есть все что можно дома сделать надо сделать и это и есть вот хождение на курсы например общение с носителями живьем или там где-то в переписке скайпе я не знаю в перископе ну вот где где удастся сейчас слава богу место много таких вот все что можно сделать дома сделай по максимуму приехал иди работай сразу чё тебе на курсы какие-то ходить вот тем более время тратить деньги я я не понимаю этого кроме того когда речь о том что вот мне нужно время на то чтобы подхватить вот там как бы жилье на подольше а зачем вам жилье на подольше поживите месяц день там не знаю румэйтом потом пойдете еще кому-нибудь румэйтом может вы там будете где-то работать вам надо будет туда переехать ближе к месту чего вам стабильное жилье в совершенно не нужно этого вот поэтому никакой ценности нет стабильного жилье поэтому я бы как бы поменял приоритет и сказал бы себе вот значит приехал пошел искать работу надо где-то жить это правда значит но для этого есть форумы для этого есть крекс лист я ищет румэйтов там и так далее не 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 бигдел там все это находится если стоит вопрос где пожить там пару-тройку дней я знаю даже неделю ну поживите где-нибудь в хостеле например там копейки стоит деньги шалка просто на это нафиг вот можно в airbnb там где-нибудь но там подороже будет я за то чтобы деньги экономить следующий вопрос там был как бы вторая часть вопроса что вот он у него есть денег там на сколько-то жизни я не знаю как вы собираетесь подавать на политику там тоже надо адвокату заплатить и если нужно будет кого-то в лос-анджелесе я вам дам человек хорошего но вопрос то что все равно это стоит там не знаю там 6000 если у вас после этого остается на 5-6 месяцев это одна история если вы хотите сами подавать это уже другая история я как бы уже не берусь там я считаю что это повышенного риска предприятия то есть надо очень хорошо в этом деле разбираться чтобы так всерьез это делать но бывает люди разбираются я ничего не хочу сказать значит что у нас там же комнату не дороже 1000 долларов в месяц я думаю что у вас не будет проблем с комнатой не дороже 1000 долларов в месяц в лос-анджелесе я думаю это вполне решаемый вопрос это громадная территория там есть жилье получше и похуже и я думаю что и там и может быть из 800 там и даже меньше удастся точно но 1000 это очень очень реалистично что там дальше дальше вот можно ли работать удастся ли работать а то вот люди говорят что невозможно найти работу на кеш сегодня читал на блумберге пишут что из техаса в связи с кризисом в нефтяной промышленности сокращает там какое-то количество рабочих мест вот там мексиканцы уходят обратно в мексику покидают техас да но в лос-анджелес такого нет значит если там работа на кеш там безумно много работы на кеш значит ли это что конкретно вот этот молодой человек ее легко найдет нет не значит что то что можно сказать проще искать работу например там где есть соотечественники если эти английский там не не идеальный ну скажем так не такой чтобы можно было работать нормально спокойно на английском значит лос-анджелесе полно русского бизнеса то есть идете подряд вот так обходить вы никого не удивите тем что вы там хотите на кеш потому что там довольно много народу такого там и мексиканцев полно на кеш у нас есть знакомые вот я сейчас с ними общаюсь в сакраменто приехали и они говорят что там работодатель как-то не привык концепции на кеш видимо там нет притока вот таких иммигрантов и они как-то не понимают белый работодатель не очень понимает а в других местах там надо по испански говорить и то есть может быть можно было бы на кеш но без испанского не получается такое бывает значит я могу сказать что во всех больших мегаполисах тьма тьмущая народу работающего за наличку вот хорошо что у человека есть запас там да на четыре пять месяцев шесть месяцев сколько он там если вы не будете ходить на курсы и там жить у них на кэмпусе может у вас еще на месишка появится запас но я даже представить себе не могу чтобы можно было вот так за несколько месяцев не найти какую-то подработку это может быть не бог весь какая подработка ну допустим вы какой-то очень неудачный такой человек и вам удается в этом смысле не получается да но может быть вы за месяц заработали там 500 долларов ну послушайте но если вы там за четыре месяца работали по 500 долларов так это уже пару тысяч это значит вы уже вполне дождались своего разрешения на работу и пошли дальше а так полно народу которые зарабатывают и и пару тысяч в месяц тоже на кеш так что что тут сказать значит я бы посоветовал конечно иметь права водительские и при возможности может быть на месте их там тоже получить чтобы уже были совсем американских потому что на работу хорошо устраивается когда у тебя есть права а еще лучше когда есть машина очень много есть таких работ которые можно выполнять если машина есть а если нет машины тогда сложнее но вплоть до того что скажем там детишек из школы там забирать домой привозить или там вот например наша внучка например ее забирают из школы человек отвозит на одну секцию там на другую секцию и потом домой это может занять там три-четыре часа это не это не не full time загрузка но послушайте но такая работа вам уже даст возможность жить если есть машина если нет машины другой разговор конечно вот поэтому могут быть некоторые неудобства может быть так что вот вы поселитесь где-то а работа у вас будет там через весь город и лос-санчелес не такой город там где можно там быстренько на метро проскочить там из одного конца в другой там такого нет поэтому там скорее всего надо будет переселиться туда где есть работа поэтому я бы не искал какой-то какого-то стабильного такого места жительства и мы скорее всего это произойдет где-нибудь вот там в русских бизнесов там есть какие-то русские районы и вот там поэтому все нормально такой план план неплохой вот но парочка вот приоритетов я бы вот так поменял и все и чтобы я еще вам посоветовал значит сходите на блог на канал к саше блэквилл который большой такой ю тестовский значит специалист в частности он знает как на ютесте зарегистрироваться чтобы вот не было понятно что человек ну как бы не американский как бы он выглядит как как бы американский он там начинает зарабатывать какую-то денежку и если вы будете например все это время на ютесте зарабатывать даже скромненьких там 500 долларов в месяц может быть это тоже неплохо может быть вам больше ты не надо чтобы там дотянуть до нормальных до разрешения на работу и все такое я уже не говорю о том что если которые пару тысяч получают это отдельный разговор вот так что раз уже человек тестирует и для резюме неплохо вообще неплохо так что я вот на этом свой ответ и закончил счастливо и